Ионист и саксофонист, но все они по удивительному совпадению москвичи. Откроет финальные состязания музыкант с идеальной конкурсной программой. Это не мой вывод, а жюри. В первом туре он растревожил сердце аэропета Аракеляна армянской серенадой. Во втором восхитил Ивана Столбова вокализом в форме хабанеры. А Йоханнеса Фишера и не больше Живковича подкупил рэктаймом. Десятилетний Александр Долгов, он не новичок. В Щелкунчике это его вторая попытка. И чего уж скрывать, попытка удачная. Но вот каким будет этот Щелкунчик, бронзовым, серебряным или золотым, решит большое жюри. Разумеется, после выступления конкурсанта. Итак, Александр Долгов, ученик Александры Петровой из Московской детской музыкальной школы имени Ференца Листа с композицией «Ночной бродвей» из концерта Роберто Малинелли «Четыре картины из жизни Нью-Йорка». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Если вы хотите поддержать Александра Долгова, пожалуйста, отправляйте цифру 4 на короткий номер 1880. На сцену готовится выйти участник под номером 5, 12-летний перкуссионист Иван Ильин. Он продемонстрировал судьям весь свой потенциал в ударном многоборье, игре на маримбе, ксилофоне и вибрафоне. Юханес Фишер признался, что наслаждался выступлением Ильина ровно так же, как и сам Иван наслаждался своей игрой. Иван – ученик Михаила Путкова в Московской среднеспециальной музыкальной школе имени Гнесиных. Помимо музыки у него есть очень необычное хобби – фокусы. Ловкость рук действительно просто невероятная. Но не больше Живкович следил не за руками, а за взглядом Ивана и довольно строго посоветовал перестать смотреть в потолок. Если первый тур принес Ивану Ильину абсолютный максимум в оценках по 12 баллов от каждого члена жюри, то во втором туре, как признался наш конкурсант, он переволновался и немного потерял драйв. Но у Вани есть шанс обрести его снова, ведь сегодня он взял на сцену всего один инструмент – это ксилофон. И исполнит он для вас цыганские напевы Пабло де Сарасате. Голосуем за номер 5. Иван Ильин, Москва. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Если вы хотите поддержать Ивана Ильина, пожалуйста, отправляйте цифру 5 на короткий номер 1880. Мы продолжаем прямую трансляцию финала 20-го международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» в концертном зале имени Чайковского. Если вы не успели посмотреть какой-то из туров конкурса, то всегда можете найти это видео на нашем сайте tvkultura.ru. Напомню, короткий номер для зрительского голосования 1880. Отправляйте смс с порядковым номером полюбившегося лично вам участника финала. И, возможно, именно он получит приз зрительских симпатий. 13-летняя Елена Криворотова из Москвы победительница молодежных дельфийских игр международного конкурса флейтистов в Нидерландах фестиваля «Игуасуэнконсерта» в Аргентине. Но конкурс «Щелкунчик» для нее особое испытание. Аэропед Аракелян заметил, что музыка создается в паузах, и Елене это удалось сполна. Для третьего тура конкурса Елена приготовила концертина для флейты с оркестром рей-мажор Сесиль Шаминат. Криворотова Елена, номер 6 для ваших смс. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА